Дорогие гости! Еще мне понравилось играть. Понравилось, узнал много новых упражнений вратарских. Также понравились упражнения для полевых с участием вратарей, вот как два на два выхода. Потерялся, конечно, когда вначале делали. В целом понравилось. Булиты интересно били. Ну, конечно, больше шайб заброшенных, статистику получше. Кубка хоралжила. Много вот чего у нас здесь происходило. Иногда мы выиграли, иногда проигрывали. Понравилось, все было интересно. Было очень интересно, мы хорошо поиграли. С тобой что понравилось? Играл. Два на два когда играли. Забил один гол, мне было очень радостно. Забил два гола, и мне понравилось. У нас сегодня праздник. Приехали там мастеровитые хоккеисты, которые что-то уже показали. Ребята очень этого ждали. Все довольны. Хотелось бы еще бы, но не один раз. Мы вместе покатались, поделали упражнения новые. Ребята были в восторге. Особенно уже игра была последняя. Спасибо им, что они есть. Спасибо всему тренерскому составу. Даже после каждой игры, товарищеской или соревновательной, они повышают свое мастерство, учатся. И здесь для них это хороший пример. Они посмотрели. Кто-то что-то подметил, кто-то это будет повторять. Это повлияет очень здорово. Они зарядились больше эмоциями. Они видят, к чему есть стремиться. И я так думаю, что они хотят быть такими же. Для них теперь это кумиры. Для ребят это здоровье. Выиграть еще побольше трофеев. И, конечно, без травм. Подняться на такую высоту, какую они хотят. Эмоции вообще самые положительные. Ехал сюда большой такой национальной надеждой перезагрузиться к концу сезона. Что особенно приятно по детству, когда начинал заниматься хоккеем в Арзамасе. Несколько лет катались по области. В принципе, я много где был. Особенно на юге нашего края. Здесь не было, так как не было льда. Я очень приятно удивлен, что Ледовый дворец по полтора года существует. А пацаны и девчонки, особенно девчонки, очень круто себя показывать на льду. Для такого опыта полуторагодовалого это просто какой-то нереальный уровень. Особенно для этих ребят, ну, просто браво. Я тут услышал, что не 2013 год, но за той шайб уже второе место занял. Тоже по области. То есть для меня это что-то немыслимое. Лет 12 назад сам занимал второе место на области. Но мы к этому долго шли, точно не полтора года. Поэтому ребятам большой респект. Мы верим в это. Что, дай бог, это послужит каким-то положительным зарядом для них. Опыт не знаю, насколько можно передать. Мы сейчас еще после еды побеседуем, наверное, с ребятами. Может быть, родители что-то спросят кому-то, что-то нужно подсказать. Все-таки, сами давно занимаемся хоккеем, уже только 15 лет. Поэтому, наверное, можем что-то где-то посоветовать. И по форме, и по подготовке, и так далее. Поэтому, если у кого-то есть какие-то вопросы, это чем-то может им помочь. Мы будем очень рады, что если это пригодится им и в юношестве, и кто где будет играть, никто не знает. Но дай бог это на пользу нашему общему хоккей-хоккейу. Мне понравилось. Приехали два хоккеиста из Махакачайка. Много впечатлений. Ну, я долго ждала этого. Удалось взять автографы у Егора Куприянова и Дениса Утинькова. Были хорошие задания, в которых нету на тренировке каких-то. Новые задания там. Вот два на два, которые задания были интересные. Ну, ребята показали пару финтов новых. Я буду их использовать, когда буду бить булиты. У нас есть такие булиты, как рыцарь. То есть, мы бьем булиты на выбывание. Чайки мне нравятся нападающие Куприянов, Егор, защитник Бреус и вратарь Утиньков. Ну, Утиньков хорошо стоит на воротах. Ну, то есть, он надежный вратарь. Он как стена на воротах. Бреус хорошо защищает. То есть, как бы... Мне нравится, как он играет и в торпеды. Тоже хорошо. Куприянов, он хорошо на сбрасывание, сбивает хорошо. Мне нравится смотреть. Вот хорошо они приехали. Потренировались с детьми маленькими. Для них это удовольствие, для игроков. Ну, захотелось больше играть теперь. И удачи, чайки. Ну, это я. Чайка, вперед! Я однажды занимался с двумя ребятишками с шести лет. И уже тогда я понял, что работать детским тренером сложнее, чем тренером молодежной команды и взрослой команды. Просто это другой уровень ответственности. И тут нужно обладать педагогическими навыками. Потому что дети не сразу схватывают, дети не такие дисциплинированные, дети могут плакать, обижаться. То есть, они еще не профессионалы. И поэтому я понимаю, что детские тренеры – это герои. Но, с другой стороны, от детей получаешь огромное количество эмоций, сразу жизнерадостное настроение. Так что мне работать с детьми нравится. Хотя я детским тренером точно не смог бы работать. Это я понимаю. Всем хоккеистам и тренерам, которые едут на мастер-классы, на такие встречи с детьми, я рассказываю историю Антона Худобина, замечательного нашего российского бутаря. Играл в финале «Купка Стэнли», чемпион мира. Он сказал, что очень важным таким поворотным моментом в его карьере был мастер-класс Евгения Набокова, который приехал и мог Антону Худобину и другим вратарям, бальчишкам, что-то там показал, объяснил. Я не верю в то, что можно чему-то особенному научить за час, рассказать о каких-то нюансах, да. Но невозможно переучить, научить. Это скорее эмоциональное воздействие. И вот Антон Худобин считает, что это был поворотный момент в его карьере. И я всем говорю, неизвестно, как обернется судьба. Может быть, ваш приезд вот такой на час как-то изменит жизнь. Мальчишки и девчонки, сегодня было много девчонок. Может быть, и в хоккейном плане изменит, а может, и в личностном. Как-то по-другому будут смотреть на жизнь. Поэтому я считаю, что такие мастер-классы невероятно важны. Они имеют огромное значение для личностного и, может быть, для профессионального урока. Но для личностного – в первую очередь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова